ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, значит, вот такой вот у нас шунозаур в игре показан. Вот его характерная булава, которая его отличает от других зауропод. Значит, он был зауроподом. Его название переводится как Ящер из Шу. Это такая, видимо, провинция в Китае, где, собственно говоря, он обитал, и где его окаменелости были найдены. Класс. В общем, вы ничего не видели, продолжаем. Где он, собственно говоря, и обитал 170 миллионов лет назад в Средней Юре. В длину достигал от 9 до 11 метров, в росте от 4 до 5 метров. Ну, с поднятой шеей, естественно, весил где-то 3 тонны. То есть, ну, довольно-таки легкого телосложения был наш зауропод. А верхняя и нижняя челюсти у него были сильно изогнуты вверх. Зубы сильные, но слишком большие, около 8 сантиметров были. Ну, и на кончике хвоста вот этот костяной вырос с шипами, которыми, как считают учеными, которым он как бы защищался от хищников, ну, как бы ударяя их своим хвостом. Ну, для начала отпугивая, а потом уже ударяя. Ну, я так считаю, что вот примерно половина хвоста должна быть жесткой, чтобы наносить удар, чтобы это не болталось у него на хвосте. Иначе это просто упадет на землю, вот эта вот булава его на земле будет волочиться. Ну, да ладно. Что мне не нравится вот в этом шунозавре, что он показан слишком, ну, моделька просто. Взяли диплодока, допустим, того же. И все, и просто на шунозавра поменяли, то есть он остался таким же огромным. Ну, блин, он всего 11 метров, он вообще козявка по сравнению с диплодоком был. Просто мелкий такой ходил, а здесь вот он вот огромный показан, мне вот это не нравится. Это первое. Второе, вот он относился как бы к цитиазавридам, и у него были вот такие, как у диплодоков, выросты такие на спине, знаете, вот от шеи до хвоста вот у него были. Из боков он как бы тоже был сплющен, а не такой массивный, иначе это не тритонный, а все шесть, наверное, были бы тогда. Вот. Но только это не нравится. А в остальном животное показано хорошо. Вот не знаю, конечно, что за вырост у него на голове такое. Так, ну посмотрим сейчас, как он на 20 уровне у нас будет выглядеть. Так, ну получается, сверху стали рисовать какие-то пластины, что ли, слабо-фиолетовым, ну, таким цветом, бледно-фиолетовым. И здесь еще один такой прослой, грубо говоря, розового чего-то. Просто добавили такого, не знаю, зачем, конечно. Ну, то есть он у нас легендарный, по сути, характеристики пока так себе. На 30-м все осталось тем же самым, просто более темным и ярко выраженным. Ну, их характеристика уже, ну, более-менее, куда не шло, подходит еще ему. Так, ну вот на 40-м уровне вот что вот этого. Давайте посмотрим, что вот у нас тут получилось. Значит, этот костный вырост, который у него был на голове, это теперь просто треугольный рог такой, которым можно разрезать все, во что он воткнется. Как я и говорил, вырост они добавились, конечно, но они больше, ну, не так они выглядели. То есть это просто какие-то костные пластины тут они добавили, ему просто такие остеоциты, вы знаете, до кончика хвоста. Все, что было раскрашено фиолетовым, теперь это, как у салитозавра, если кто знает такого динозавра, это теперь у него такие, типа, костные пластины, то есть защита спины. То есть здесь, если здесь было просто, как бы, раскрашено, ну, якобы что-то тут есть, наметили их, грубо говоря, то здесь они их нарисовали. То есть он, я не представляю, как он с этим ходил, конечно, на спине, это же жутко неудобно и тяжело, наверное. А, значит, шипы у нас увеличились в размере, добавились еще две пары. Вот здесь два маленьких и позади два маленьких. И то, что я думал было кончиком хвоста, на самом деле, оказывается, это шип. Я лично думал, что это как-то кончик хвоста, что ли. Оказывается, это шип был. Насчет вымершего животного, не знаю, мне кажется, там был все-таки хвост. Либо это балова была на самом конце хвоста, чтобы вообще там ничего не было. А здесь, посмотрите, здесь просто еще шип такой торчит, ваше направленное строго назад. Да, по сути, я думаю, он мог надавать лилей. Именно вот этот шинозавр. На сороком уровне, даже если он на 11 метров в длину, он, я думаю, он даже тернозавров мог отгонять. Внушает, потому что это. Ну и характеристика. Вот так, 530, здоровье 1695. Довольно неплохо. Для легендарного. Так, ну и для затравки давайте посмотрим еще каких-нибудь легендарных, которых мы уже видели. Допустим, Сера Назар. Я про него уже все рассказывал, а он у нас был в старом парке. Кто не видел, посмотрите, допустим. У меня вроде подписаны эпизоды, то есть там будет прямо так и написано в эпизоде такой-то тираннозавр. Да, вот я про него все рассказывал. Вроде даже до 20 уровня мы его прокачали, когда вот у него вот такие полосочки появились. Я точно уже не помню сейчас. В комментариях вы мне напомните, профей или нет. На 30 уровне он резко меня так раз. Становится таким снизу золотым, а спина у него красным таким становится. Куча-куча полосок всяких появляется. Помимо тех, которые уже были, здесь вот видите еще всякие другие появляются. Ну, в целом, я уже говорил про минусы этого, этой модели. Но в целом, он мне все равно нравится. Пускай он и кривоват в каких-то моментах, но это все-таки тираннозавр. Ну, и давайте посмотрим, что у нас на 40 уровне. Значит, что здесь шипы добавились на конце голени. Вот. Ну, а крас остался... Ну, здесь вот красный добавили. То есть, здесь раньше ноги золотым были. Теперь красного побольше стало. Даже вот передней конечности раскрасили. В целом, ничего не изменилось. Только вот добавили здесь шипы и вот вся спина тоже в рядах шипов. Причем разных размеров. В области таза здесь, ну, в более малоподвижной части добавили побольше, покрупнее шипы. Они все равно ему не мешали при движении. Ну, не знаю, конечно, как они им помогали. Максимум только для устрашения. Вот если бы, образом говоря, допустим, вот он в парке, посетители увидели, допустим, он, не знаю, сбежал или что-то. Эти шипы ему, ну, не знаю, максимум помогут защитить спину, но, как мы видели в фильме, Индоминус кусал его только в шею, до спины ему не было дела вообще. Ну, может, он, конечно, порезался бы. Ну, не знаю. В общем, это просто как украшение, которое никак не поможет ему выжить или еще чего-то. Так, сейчас. Я знаю, что-то приболел тут, что ли. Так, ну, давайте еще парочку посмотрим. Сарказух, я помню, у нас был. Также про все минусы-плюсы я говорил. Можете в предыдущих видео посмотреть. Эпизод не напомню, потому что я сам не знаю, где там что. Так, хватит уже. Ляг на пузо. Да иди нафиг вообще, слушай. Просто серый. Значит, на 20-м уровне он становится у нас зеленого ему добавляет. Становится похожим на крокодила более-менее. Вот, и полосочки такие у нас появляются вдоль всего тела. То есть, такие радиальные, что ли. Ну, более-менее радиальные. О! Греется на солнышке. А языка-то нету. К нему бы присох, что ли. Так, на 30-м вообще, если честно, прикольный окрас. То есть, все вот эти полосы стали общие выделяться. То есть, их черным таким темным выделили. Еще и окаймляются не желтым цветом, чтобы прям выделялись. Вот этот бледно-зеленый такой, серый даже. Теперь стал нормально таким болотно-зеленым. Еще вот такие пятнышки ему снизу на пузе добавили. Это прикольно. А, на пузе ничего нету, только по бокам, да? Ну, и на сарком это просто жесть. То есть, вот эта часть, которая была узенькой, как у гавиалов, да, допустим, то теперь это просто такая массивная морда, просто огроменная. Это башка такая, я не знаю, как у мазазавра, наверное. На конце хвоста 4 шипа, как вы можете видеть. Хвост неоплощенный, это странно. Значит, парус огромный, вот такие костяные шипы торчат, а между ними парус натянут. Ну, в воде, думаю, ему помогало это, когда передвигаются, если честно. Вот здесь еще перед глазами два шипа. На шее, как видите, 4 тут снизу. И, значит, от этого паруса по бокам по ряду шипов идет вот таких вот. Ну, морда, конечно, вообще, он теперь уже не похож на сороказуха. Это динозух уже какой-то. Ну, хоть даже зубы стали крупнее. Забавно. Ну, и вот он очень мощный, получается, для легендарных амфибий. И полторы тысячи здоровья, и 573 атака. В общем, мощнецкий просто. О-о-о! Зашипел! Так, ну и давайте еще последнее посмотрим. Хотя, я думаю, хватит, иначе мне потом нечего показывать вам будет. Вот. Ну, что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Начинаем уже смотреть легендарных животных. В следующем видео я подумаю, кого смотреть. Мне еще кучу надо тут, грубо говоря, проеволюционировать, чтобы вам показывать. Так что, вот видите, свободного места очистил. Вот. Ну, как буду готов, сразу запишу. Видео. В общем, с вами был Дарт Сидио. Всем всего хорошего. Вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. До скорых встреч. Всем всего хорошего и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok